Продолжение следует... А вы в курсе, что у патриотов России, защитников своего отечества, в Сочи растит старейший военно-спортивный клуб во всем Краснодарском крае? Здравствуйте, я Инга Габеши. Это программа «В курсе». Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. О патриотическом воспитании сочинской молодежи мы поговорим с главным наставником и руководителем военно-спортивного клуба «Гренадер» Сергеем Касьяновым. Сергей, здравствуйте. Гренадер недавно отметил свое 30-летие. В день рождения для воспитанников клуба открылся новый класс начальной военно-спортивной подготовки. Легче ли стало в новых условиях выполнять поставленные задачи? Приятнее стало выполнять поставленные задачи. Не секрет, что задача клуба «Гренадер» – воспитывать достойных граждан своего отечества. Обучение в клубе «Гренадер» ведется в трех направлениях. Физическое воспитание через армейский рукопашный бой, интеллектуальное воспитание через навыки начальной военной подготовки и духовное. Конечно, когда три эти задачи объединяются в одну, при помощи класса начальной военной подготовки стало гораздо приятнее. Мы теперь имеем возможность приглашать гостей нашего клуба в наш дом, так проще сказать. Предлагаю посмотреть, как «Гренадер» отмечал двойной праздник. «Гренадер» – старейший клуб в крае со своей историей, традициями и достижениями. За основу подготовки воспитанников подразделений взят армейский рукопашный бой, ударную борцовскую технику мальчишки. И пока одна девчонка изучили на отлично, а многие из ребят – чемпионы города и края. Есть среди «Гренадеровцев» и четверо действующих чемпионов России. К тому же эти ребята – члены спортивного общества «Динамо». У нас огромные планы на будущее. Сегодня в Центре дополнительного образования занимается в спортивных клубах более 600 человек. Мы надеемся, что в перспективе это количество как минимум удвоится. Сегодня мы открыли класс военно-патриотической подготовки, а в будущем у нас будет построен комплекс. Нам его обещают построить. Главная задача военно-спортивного клуба «Гренадер» – воспитать достойных граждан, научить их любить родину и помочь определиться с будущей профессией, отмечает главный наставник и руководитель клуба Сергей Касьянов. Воспитывать только при помощи одного спорта – это значит наполовину недовоспитать. В обязательном порядке воспитание должно вестись комплексно. Это физическое воспитание, интеллектуальное и духовное. И вот мы как раз в клубе «Гренадер» и пытаемся объединить все эти три понятия в одно. И поэтому без класса начальной военной подготовки нам было немножко тяжеловато. Сегодня моя мечта осуществилась. У нас замечательный класс. Большим стимулом к новым достижениям и не только в спорте для учеников являются выпускники, «Гренадера» и наставники. Один из них – сочинец Виталий Бубенин, герой Советского Союза, именем которого и назван клуб. Равняются ребята и на недавних выпускников, успевших стать молодыми ветеранами локальных войн. Вам есть на кого равняться. У вас много выпускников сейчас, которые чемпионы России, края. Поэтому вам нужно держать марку. Нужно сделать так, чтобы клуб и дальше гордился своими выпускниками и делал большие успехи. Несмотря на то, что «Гренадер» – клуб пограничного профиля, воспитанники Сергея Касьянова выбирают самые разнообразные профессии. Конечно же, здесь довольны, если ребята идут в курсанты, но еще больше рады, когда «Гренадеровцы» становятся просто хорошими людьми. Класс начальной военной подготовки оформлен в патриотическом стиле. Клуб наш с февраля прошлого года носит имя героя Советского Союза Бубенина Виталия Дмитриевича. Там висит его фотография, символика группы «Альфа», командиром и первым основателем, который он был. Кроме того, там висят фотографии ветеранов Великой Отечественной войны города Сочи, с которыми мы постоянно находимся на связи. Получается, что вы тем самым реализуете краевую целевую программу «Молодежь Кубани», главная задача которой – гражданское и патриотическое воспитание молодежи Кубани. Абсолютно верно. Краевая целевая программа является частью президентской программы по патриотическому воспитанию граждан. А воспитание детей без взрослых немыслимо, невозможно. Поэтому своей работой клуб, я думаю, является еще и воспитателем взрослых. Через что проходит взрослое воспитание, воспитание взрослых граждан нашей страны, нашего города? Через родительские собрания, через совместные мероприятия. Совсем недавно мы проводили очередную встречу с ветераном Великой Отечественной войны, Роговым Василием Адамовичем, на которой присутствовали родители нашего клуба. Вы знаете, с интересом и мамы, и молодые папы слушали рассказ ветерана. Я думаю, что если в душах у родителей останется хотя бы частичка того, что говорил ветеран, хотя бы частичка того духа, который он пытается детям передать, то эти родители будут только плодотворнее влиять на воспитание своих деток. Весь февраль в Сочи проходил Краевой месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. Помимо встреч с ветеранами, какие еще мероприятия вы проводили? Кого приглашали в гости? Краевой месячник оборона массовой и военно-патриотической работы – мероприятие достаточно серьезное для нашего края, для нашего города. И мы относимся к нему очень серьезно. Гренадер на сегодняшний момент, это, наверное, можно так сказать, марка в городе Сочи, ее нужно держать. Все предыдущие годы мы всеми силами делали все для победы в этом месячнике. Удавалось. Захотелось в этом году поддержать традицию. В месячнике оборона массовой работы наши ребята принимали участие следующим образом. Был разработан план мероприятий. Помимо традиционной работы, которую мы проводили в клубе, это встреча с ветеранами, с известными людьми, наши ребята в месячнике посетили ряд воинских частей и подразделений спецназа. Кроме того, были проведены специальные мастер-классы по отработке знаний, умений и навыков с представителями спецназа ОМОНа. Традиционной стала встреча в партии «Единая Россия» с героями Советского Союза и России. Это мероприятие было уникальным, потому что нам впервые удалось собрать героев трех поколений. Начиная от Великой Отечественной войны, продолжая героем Советского Союза Бубининым Виталием Дмитриевичем, который получил это звание за бои на острове Даманский в китайском конфликте, и заканчивая героем России Кокшевым Русланом Владимировичем, который получил это звание в период контртеррористической операции в Чеченской Республике. Кроме того, на мероприятии присутствовал основатель нашего клуба, Кузнецов Сергей Константинович, это ветеран вооруженных сил. Эту уникальную встречу с героями разных поколений назвали «Растим патриотов России». На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Человек, чье имя носит военно-спортивный клуб – почетный гость всех мероприятий гренадеровцев. Встреча с Виталием Бубениным для ребят – главный стимул к новым победам. Человек – легенда пограничных войск, герой Советского Союза, создатель и первый командир группы «Антитеррор Альфа», ветеран войны в Афганистане, генерал-майор Бубенин, предложение назвать клуб своим именем принял не сразу. Признается, было неловко. Я когда пришел к ним, увидел и сказал, что я согласен. Не потому, что это как-то плохо выглядел, может быть, и скромно, но я подумал, что это нужно для дела, для воспитания, для ребят. Я заработал имя своему герою, защищая свою родину, свое отечество. Каждый из пришедших гостей – легендарная и выдающаяся личность. Это и герой России Руслан Кокшин, и ныне активист, а в прошлом артиллерист, участник Великой Отечественной, герой Павел Сюткин. Я участник Великой Отечественной, герой Великой Отечественной войны. Остался единственным экземпляром во всем Большом Сочи. Мне сейчас 1994 год идет. Поэтому для них не просто экспонат какой-то, вот приведут или еще что-то. Я не о этом не остановлюсь. Я хочу хоть что-то передать, что-то такое, какую-то внести лепту в эти детские, юношеские души. Главная задача гренадера – воспитать настоящих мужчин, достойных граждан страны. А подобные встречи, где укрепляются связи поколений – лучший пример для подражания. Одно дело, когда ребята на тренировке изучают навыки рукопашного боя, начальную военную подготовку. И совсем другое дело, когда они вживуюся и прикасаются с теми людьми, которым пришлось совершать подвиг, рискуя своей жизнью. Вот тогда и происходит шлифовка, отработка тех качеств, которые мы называем русский характер. То, что поставленные задачи военно-спортивный клуб выполняет, доказывают сами ребята. Ежегодно воспитанники гренадера поступают в вузы Министерства обороны ФСБ России. Пополнили сочинскими гренадеровцами в прошлом году и ряды студентов Голицынского пограничного института и Рязанского военно-десантного училища. Такой результат работы подчеркивают приглашенные герои и есть военно-патриотическое воспитание граждан. Все эти встречи – это тоже определенный метод воспитания? Вы знаете, с кем общаешься, на того и будешь похож. Если ребята будут хотя бы раз в месяц прикасаться к известным людям, не обязательно это ветераны, Великой Отечественной, локальных конфликтов. Это просто известные люди, люди, которые внесли большой вклад в становление нашей Родины. Вот тогда и воспитание будет совсем в другом ракурсе проходить. Герои у нынешней молодежи кто в первую очередь? Поп-звезды, герои сериалов. Зачастую примеры мы видим не очень хорошие, а воздействие этих примеров совсем отрицательное. Нужно, чтобы приоритеты в воспитании были расставлены правильно. Заниматься патриотическим воспитанием можно в двух ипостасях. Можно повлиять на человека отрицательно, можно повлиять очень даже положительно. Для того, чтобы патриотическое воспитание приносило большую пользу, нужно, во-первых, видеть цель, знать твердо, четко, что ты хочешь от этого воспитания получить. Видеть конечный продукт. Далее нужно правильно использовать методы воспитания, потому что от воздействия того же спорта можно опять-таки получить сугубо отрицательный результат. Кого мы хотим сделать из наших воспитанников? Солдат. Солдат переводится как наемник. Мы хотим воспитать воинов. Воин в переводе означает разрушитель планов врага. То есть это и есть тот самый защитник Отечества. Вот если у нас в терминологии будет путаница, то и результат соответствующий будет с путаницей. Поэтому нужно четко знать цели, задачи, которые хотите от своих воспитанников получить. За основу подготовки гренадеровцев взят армейский рукопашный бой. Вот в чем им помогает именно эта ударная и борцовская техника? Не случайно именно этот вид спорта был выбран как основополагающий в нашем клубе. Надо понимать разницу между военно-патриотическими клубами и военно-спортивными. Для большинства жителей нашего города патриотическое воспитание сводится к ношению формы, возгласам за Россию и разборке автомата. На самом деле патриотическое воспитание – это часть большого воспитания, которое должно быть в любом случае у каждого человека с детства. Что такое патриотическое воспитание? Это воспитание лучших качеств человека. Мы в клубе «Гренадер» стараемся по системе заниматься воспитанием, и патриотическим в том числе. К сожалению, сейчас большинство деток, приходящих в клуб, не может определиться с простейшими вещами. Нет фундаментальных понятий, которые приходится прививать. Ребята не знают, какого они пола. Серьезно? Они отвечают, я мальчик. Но что соответствует мужскому полу? Длинные ли волосы? Мелированные ли волосы? У подростков мы часто такие вещи можем встретить, правильно? У девочек выбритые бока и челка, спадающая на другой стороне плеча. Начиная от внешности и заканчивая внутренним, духовным состоянием, задачами, которые стоят перед мальчиком, перед девочкой. Вот эти моменты приходится зачастую разъяснять пришедшим в клуб деткам. Второе, с чем детки у нас до сих пор не могут определиться, это не только проблема клуба, это проблема и города, и, наверное, страны в целом. Это какой они национальности. У нас страна многонациональная, правильно? И национальность определяется по языку, на котором человек думает. Мы должны гордиться своей исконной национальностью, которую нам папа с мамой дали, да? Ну, всех вместе нас, как называют за рубежом, русские. Вот зачастую, когда ребенок не может понять вот этих простых фундаментальных задач, сложно вести вообще любое воспитание. И третья проблема, с которой мы сталкиваемся, дети не знают, какое они вероисповедание. Говорят, мы христиане. Ну, у христианцев уже много направлений. У нас в клубе занимаются детки практически всех конфессий. Есть евреи, есть мусульмане, есть православные, есть даже католики. Но мы не делим детей ни по национальному признаку, ни по вероисповеданию. Они все жители нашего города, жители нашей страны. Вот в этом направлении ведется воспитательная работа в нашем клубе. А армейский рукопашный бой выбран не случайно. Почему? Потому что это самый патриотично настроенный вид спорта. Практически все турниры по армейскому рукопашному бою являются мемориальными. Памяти какого-то героя. Это вносит тоже большой-большой воспитательный момент в работу клуба. Воспитанники ваши, они чемпионы города, края, даже России по рукопашному бою. Многие из них члены спортивного общества «Динамо». Получается, что краевую целевую программу «Молодежь Кубани» вы выполняете в полном объеме. Тут налицо и профилактика безнадзорности молодежи, и формирование здорового образа жизни молодежи, края. Все охватили? Все охватить, к сожалению, невозможно. Стараемся, но просто невозможно. Потому что человек, который ездит на велосипеде по двору, не обязательно должен выиграть Тур-де-Франс. А за счет чего вы добиваетесь духовно-нравственного воспитания молодежи? Я знаю, что вот этому аспекту вы уделяете особое внимание. Вы знаете, подвести итоги духовно-нравственного воспитания в клубе можно только тогда, когда ребенок стал родителем. На сегодняшний день в клубе занимаются детки тех родителей, которые когда-то были моими воспитанниками. Духовно-нравственное воспитание настолько тонкая вещь. И при помощи армейского рукопашного боя в том числе тоже пытаемся добиться этой цели. Какая основная задача у единоборств, которые развиты в нашем городе, в нашей стране? Развитие тела, духа. А задача армейского рукопашного боя просто победить своего противника. Есть духовный наставник, да, у клуба? Часто встречи со священниками проводите? Конечно, да. У нас есть духовный наставник, батюшка Рустик. По многим вопросам, которые я или наши руководители не можем дать ответ, мы приглашаем профессионалов. По духовным вопросам профессионалом является священник. Вот батюшка Рустик, проводя беседы с нашими детками в клубе, раскрывает такие темы, как правильно относиться к маме, как правильно относиться к природе, как правильно выбрать профессию, как правильно выбрать семью, как правильно выбрать вторую половинку. Вначале вы говорили о том, что клуб «Гренадер» носит имя Виталия Бубенина, героя Советского Союза. Почему именно он? Имя Виталия Дмитриевича Бубенина было выбрано не случайно. У нас город пограничный. Виталий Дмитриевич Бубенин – это тоже пограничник, причем человек-легенда, легендарный пограничник. В свое время, когда он участвовал в конфликте на Даманском, про него было сказано следующее – «Бубенин спас честь погранвойск». Есть такое выражение из советского мультфильма – «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Поэтому придать клубу имя Бубенина для нас было и большой честью, и большой ответственностью. Благодаря этому воспитанники клуба знают героя Советского Союза Виталия Дмитриевича Бубенина. Когда мы видим его портреты, висящие на баннерах в городе Сочи, многие жители просто даже не знают, кто это. А наши детки родителям разъясняют. Вот это вот Виталий Дмитриевич. Когда ребята встречают этого человека в городе, в обычной повседневной жизни, в обычной одежде, это же тоже накладывает воспитательный аспект. Когда ты рядышком находишься с героем, то и сам стараешься этому соответствовать. Хочешь, не хочешь, ситуацию заставят соответствовать. Какие профессии выбирают гренадеровцы? Часто идут в курсанты? Вы знаете, абсолютно разные профессии. У нас же нет задачи, чтобы дети становились именно спортсменами или военными. Защищать свою родину, приносить ей пользу – это же основная задача. Задача православного человека. Защищать родину, приносить ей пользу, можно не обязательно на военной или спортивной деятельности. Если ты хороший врач или хороший преподаватель, ничуть не меньше вклад ты вносишь в обороноспособность нашей родины. Абсолютно разнообразно. Наших воспитанников можно встретить практически во всех сферах жизнедеятельности. Сергей, не за горами летние каникулы. Известно, что ваши воспитанники в этот период не скучают. Несколько лет подряд самые выносливые из них ходили в многодневные походы. Планируете ли организовать военно-полевые сборы и в этом году? Планируем. Скажу больше, военно-полевые сборы помогают и удерживать ребят, и помогают вести контролируемый процесс в воспитании. Грош цена тому обучению, где нет контрольных нормативов. На военно-полевых сборах как раз и проверяется все то, что ребята получили в течение года или лет занятий в клубе. Проверяются и навыки начальной военной подготовки, и навыки рукопашного боя, и духовно-нравственные качества человека. Для того, чтобы узнать, кто ты есть на самом деле, нужно всего лишь попасть в мужской коллектив. Мы стараемся, чтобы наши ребята жили в клубе как одна семья, чтобы отношения были братскими, семейными. И получается частично этого достичь. Почему? Потому что ребята в течение года и выступают вместе на соревнованиях, и на мероприятиях вместе находятся. Это сближает. На военно-полевых сборах отрабатывается, наверное, одно из самых главных направлений в сегодняшнем воспитании в целом. Это дисциплинированность. Дисциплина переводится как понимание. Дисциплинированный человек, думающий человек. Большинство деток, которые сейчас приходят новичками в клуб, воспитаны, я так скажу, остро, наверное, в стиле ВИП. ВИП – это очень важная персона. В стиле индивидуализма. Нам же говорят сейчас, везде повсеместно идет реклама и на телевидении, и в средствах массовой информации, и в других. Ты достоин, будь таким, как тебе нравится. К чему это все приводит? Ребенок из индивидуальности превращается в эгоцентрика. И потихонечку-потихонечку сваливается на эгоиста, на индивидуалиста. Ему потихонечку становится абсолютно все равно на происходящее вокруг. Его волнуют только его узко интересующие вопросы. И ни о каком патриотическом воспитании дальше уже речь вести невозможно. Когда ребенок попадает на военно-полевые сборы, он становится таким же, как все. На нем одинаковая форма, он в одинаковые условия попадается всеми. Он спит, в одинаковых условиях кушает, к нему относятся одинаково, строго, как того требует дисциплина. И вот таким образом на военно-полевых сборах у нас самая главная задача – это воспитать дисциплинированного, то есть думающего человека, понимающего, как вести безопасный образ жизни. То направление, которое задает гренадер, не требует сиюминутного результата. Самое важное, чтобы плоды работы наставников клуба проявились через несколько лет, когда ребята пойдут в армию или в конце-то концов станут отцами. Поэтому, Сергей, вам успехов в работе. Спасибо большое. На этом время нашей программы «Стекло». Будьте в курсе всех событий города и оставайтесь такими же патриотами страны и, разумеется, своего города, как и молодежь Кубани в лице гренадеровцев. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!